МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу две витебчанки в один день стали жертвами мошенников. Обоим женщинам на Вайбер поступил звонок от якобы сотрудников силовых структур. Схожей оказалась история о необходимости оформить кредит в банке, чтобы аннулировать то, что взяли злоумышленники. Да и сумма ущерба почти идентичная. 44-летняя жительница лишилась 6 тысяч рублей, 71-летняя около 7 тысяч. По двум фактам обмана возбуждено уголовное дело. В эфире телеканала «Звезда» хроника чрезвычайных происшествий Рубикон. В студии работает Николай Якубеня. Здравствуйте. Житель Новополоцка из 65 лет своей жизни 43 года провел в местах лишения свободы. Первую судимость получил еще в 14 лет. Всего же мужчина 16 раз привлекался к уголовной ответственности. За хулиганство, мошенничество, подделку документов, кражи, причинение тяжких телесных повреждений. В прошлом году вышел на свободу, но, как показало время, ненадолго. В последний раз освободился 29 апреля 2022 года. И уже 16 мая 2022 года обвиняемый совершил первое преступление. Ему предъявлено обвинение в совершении более 30 хищений имущества граждан из учреждений образования, медицинских учреждений, дачных домов, участков, общежитий. Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 205 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Кроме того, ему требуется принудительное лечение от алкоголизма. А вот еще одному новополучанину грозит куда более суровое наказание. Прокуратурой города Новополоцка в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Новополоцка, который обвиняется в совершении действий сексуального характера, который он совершил в отношении ребенка 11 лет, заведомо зная о его малолетнем возрасте. Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. За преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней согласно части 3 статьи 167 УК Беларуси новополучанин может получить срок от 8 до 15 лет. Трагедией могли закончиться приключения 19-летнего и 21-летнего жителей Минска. В один из дней молодые люди решили проехать на поезде как зацеперы. Устроившись снаружи между вагонами, они таким образом добрались до Орши. Дальше один из них как пассажир отправился в Витебск, другой собрался вернуться в Минск по старой схеме. Не удалось. Просто было интересно, хотел посмотреть, прочувствовать, какие будут ощущения. Понял, что мне это не нравится, осознал и раскаялся, больше такого не повторяйся. Молодых людей привлекли к административной ответственности за нарушение правил пользования железнодорожным транспортом. Санкция статьи предусматривает штраф до трех базовых величин. Гибелью двух людей закончилось употребление спиртных напитков в деревне Цевьи Шумилинского района. В один из вечеров сожители вместе со своим знакомым распивали алкоголь, после чего все пошли спать. Спустя некоторое время женщина проснулась от запаха гари и увидела, что под ней тлеет матрас. Она попыталась разбудить мужчин и вытащить их из дома. Однако это у нее не получилось. Выбравшись на улицу, жительница Шумилинского района добралась до соседей, откуда позвонила в МЧС. Прибывшие сотрудники ликвидировали пожар. В сгоревшем доме обнаружены тела двух мужчин. Погибшие 42-летний хозяин дома и 48-летний гость. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи осмотрели место происшествия, просили соседей и родственников погибших. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В причинах еще одного пожара с гибелью человека предстоит разобраться следователям. В Половском районе в деревне Туровля 6 января загорелся жилой дом. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 80-летней пенсионерки. Правоохранители Витебщины задержали дачных воров. Группа молодых людей из 4-х человек от 22 до 37 лет оорудовала в Витебском и Бешенковичском районах с конца октября до середины декабря. Днем они объезжали дачные участки, ночью возвращались, взламывали дома и хозпостройки и выносили все ценное, что находили. Похищенная банда свозила на квартиру одного из подельников, а после сбывала скупщику. Серийных воров задержали при силовой поддержке ОМОНа. В отношении каждого возбуждены уголовные дела за кражу. Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила более 10 тысяч рублей. Милиция устанавливает причастность участников преступной группировки к аналогичным случаям в области. Наказание, которое настигло преступников даже спустя 20 лет. В начале 2000-х в Полоцком районе возле одного из кафе убили мужчину 1969 года рождения. Тогда удалось задержать организатора заказного убийства, исполнителя и двух пособников. А вот еще двоих причастных к преступлению объявили в розыск. И только в июне 2022-го один из них, являвшийся пособником в совершении убийства, был задержан в Новополоске. 61-летнему местному жителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет. И в завершении. Небольшой обзор дорожной ситуации на Витебщине за прошедшие выходные. В области зарегистрировано 20 аварий, задержано 8 нетрезвых водителей и 28 бесправников. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено около 350 пешеходов, причем 30 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Коставтоинспекция напоминает о сложных погодных условиях и рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения и быть внимательными на дорогах. А пешеходам не забывать о соблюдении правил дорожного движения и ношении фликеров в темное время суток. На этом все. В эфире увидимся ровно через неделю. Будьте бдительны и не переходите Рубикон. Редактор субтитров А.Семкин